Еще раз здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Доброе утро» и я ее ведущая Анна Гончаренко. Сегодня у нас в гостях солист вокального ансамбля «Нарт», бывший главный специалист по хореографии Республиканского центра народной культуры, в прошлом художественный руководитель государственного коллектива «Эльбрус» и народный артист Карача Черкесии Хусей Баталпевич Хубиев. И сегодня мы поговорим, конечно же, о творчестве в нашей республике. Хусей Баталпевич, доброе утро! Доброе утро! Спасибо, что сегодня с нами. Мы очень рады вас видеть. А у вас такой большой, ну и жизненный, но, конечно же, и самое главное, да, почему, собственно, мы будем с вами разговаривать о творчестве, профессиональный опыт. Вы были и художественным руководителем, вы являетесь музыкантом и много-много у вас других регалий. Вы расскажите, как вы оцениваете культурную составляющую вот за последние несколько лет в нашей республике? Ну, в целом, в целом нормально все. Мне нравится. Единственное, то, что на сегодняшний день все под фонограмму и голос, и музыка. Пора уже переходить в живой голос, в живую музыку. Я так думаю. В общем, вы за природные данные, да? Да. Вокальные. Да, да, да. Так, поняла. Хорошо. Но, наверное же, есть и то, что вам очень нравится? Нравится то, что на сегодняшний день, слова Всевышнему, везде и в сельской местности, и в городах у нас есть дома культуры, где тепло, уютно. Пожалуйста, занимайся, делай, твори. Но, одним словом, надо делать. Все условия есть. Мне вот это нравится. То есть остается дело за нами. Да, да, да. Так, поняла. Я знаю, что 2023 год, он для вас юбилейный. Могу я спросить, сколько вам лет будет? Ну, в этом году исполняется 65 лет. Очень красивая цифра. Даже, возможно, красивее, чем 55. Не знаю. И также этот год Хусей Баталпевич является юбилейным и у государственного ансамбля «Эльбрус». Вы 17 лет являлись его художественным руководителем. Какую роль «Эльбрус» сыграл в вашей жизни? Ну, во-первых, я не жалею, что пошел в этом направлении. Меня пригласили на профессиональную сцену Борис Александрович Занаев. На сегодняшний день я благодарен судьбе, что связал свою жизнь именно с искусством, с ансамблем, с хореографией, с вокалом. Я ни о чем не жалею. Если бы не «Эльбрус», вот что тогда, как считается, сложилась бы в вашей жизни? Потому что 17 лет – это очень много. Это, значит, правда, целая жизнь. Ну, государственный ансамбль, когда создали в 1988 году решением краисполкома, и в том же году уже было решение об исполкома, о создании в области государственного ансамбля. Первым руководителем был Магомед Бабоев. Организовывали, как-то приглашали с районов специалистов, этих хореографов. Но до этого, когда Владимир Исламович Хубиев ездил в Москву пробивать именно штат для ансамбля, там, видимо, задали вопрос такой, что «А есть у вас специалисты? Что, что, что? Как? База, где будут заниматься?» Тогда к этому времени не было ничего. И вот тогда Борис Александрович Занаев, он был руководителем самодеятельного коллектива «Исламей» во дворце «Химик». Мы его пригласили, видимо, сказали, мы можем показать, что у нас есть, как начать это все. И вот мы показали программу в Москве, и сюда они приезжали, просматривали, что у нас есть. Все понравилось, я так понимаю, да? Да, понравилось. И тут же стал вопрос, кто будет руководителем. Ну, конечно, вначале предложили Борис Александровичу. При филармонии это создавался тогда коллектив. Директором был Алихан Ахьяевич Хабичев. Начальником управления культуры был Султан Сеидович Тимиров. Первым руководителем был Бобоев Магомед Азаматович. Потом, после него он недолгое время проработал, два года, по-моему. Потом мы пригласили Валеру Тания с Абхазии. После чего, я не знаю, что там случилось, он проработал довольно-таки немало времени. Сделал программу, сдали программу. И вообще программа была уже составлена в коллективе. Но я не знаю, что-то там произошло, какие там эти... Он ушел с коллектива, ушел. И в мае 1994 года меня вызвал Султан Сеидович Тимиров и сказал, значит, ты будешь временно назначен руководителем и директором государственного ансамбля. Ну, я не стал. Как вы отреагировали? Я отреагировал. Для меня это было неожиданно. Просто, если, думаю, начальник управления культуры по этому вопросу вызвал меня, я сказал, ради бога, с вашей помощью, с вашей поддержкой, я возьмусь за это дело, попробую. Но я был назначен временно. И вот так временно я проработал 17 лет. Вот такое временно, да? Так. Но вот расскажите, пожалуйста, потому что ансамбль, он для нашей республики тоже является очень таким, знаете, весомым, значимым. Можно сказать, даже визитная карточка нашей республики. Был ли какой-то период в руководстве Эльбруса самый тяжелый для вас? Вот как раз в это время, в это время... Начало, имейте в виду. В 94-м году как раз, ну, там сложились такие обстоятельства с уходом Валерия Константиновича. Пол коллектива ушли с ним на работу в Турцию. Кадры... Где-то человек 17, по-моему, уходили. Кадров не стало. Я попросил своих коллег с Кабардино-Балкарии, с Адыгеи, с Осетии помочь, чтобы не дать распадся коллективу. И вот они мне помогли с кадрами к этому времени. Уже подтягнулись наши тоже специалисты с училища. И финансирование в то же время, как раз распад Советского Союза, и вот только-только становление. Было очень трудно. А сколько длился вот этот вот кризис, сложный период? Вы знаете, я не посчитал, что кризис был. Я вот благодарен моим друзьям, коллегам, которые по первому звонку помогли мне и в постановках, и вообще, чтобы коллектив не должен был остановить свою работу. Там были назначены уже поездки. Срывать эти поездки нельзя было, потому что это было уже с Москвой связано, по программам там каким-то. И вот пригласил главным балетмейстером Руслана Тедеева с Северной Осетии. Оттуда же пригласили мы солистов Суслана Санакоевича. Вот они и в постановках, и вообще, как бы коллектив не остановился, очень помогли мне. Там же был и из Чеченской республики. Абдулла Магомадов тоже очень много внес в этот свой вклад в становление и в продолжение работы коллектива. В общем, получается, коллектив смог, грубо говоря, выкарабкаться, да, благодаря людям, благодаря помощи, поддержке и так далее. Хусей Баталпич, вы у нас еще и певец. Говорят, правда ли, говорят. Хочу вот спросить, что сейчас у вас в певческой деятельности? Поете ли вы? Ну, после ухода с Республиканского центра народной культуры меня пригласили в ансамбль «Нарт», вокальный ансамбль. Это вот мы вместе работали. Валера Аджимбеков, его нет, к сожалению, ушел в преждевременной жизни. Он позвонил мне и сказал, ты давай, приходи, что ты же поешь. Нам как раз не хватает, говорит, этих специалистов. Я пошел, я пошел. И вот началась у меня уже третья деятельность. Хотя я себя раньше в вокале и не представлял, но так. Вот как думает, да? Пел, ну, с друзьями там где-то что-то или там, когда мы давали концерты с ансамблем «Эльбрус», там надо было помочь нашим танцорам перебивать номера. Мы с Валерой выходили, пели, и вполне нормально получалось все. Я так думаю. А что вам дает сцена вот в целом и именно сейчас, когда вы поете? Вы знаете, вот сцена общения с зрителем, когда вот после выступления, когда идут аплодисменты, там ты, я лично сам чувствую, что я еще живой, работаю. Мне приятно, что людям это нравится. Коллектив хороший, руководитель у нас очень такой человечный, нормальный, работа поставлена на должном уровне. Я думаю, что все будет нормально и в дальнейшем. Мы не сомневаемся, мы не сомневаемся. Хочу вас спросить, Хусей Баталбевич, 65 лет, очень красивая цифра. Тем не менее, какой вы видите свою жизнь, а самое главное творческую деятельность через несколько лет? Конечно, это одному Всевышнему известно, но я буду стараться, держаться. По крайней мере, хотите, планируйте. Пока у нас в республике есть культура, есть искусство, я думаю, что пока не скажут, вы уже не можете. Но я думаю, так, надо вовремя уходить тоже. Я думаю, что все будет нормально. Самое главное, поддержка со стороны властей, поддержка со стороны Министерства культуры, чтобы дали какой-то импульс и в дальнейшем. А мы, я думаю, что их не подведем. Так, мы не сомневаемся. В общем, планы у вас есть, самое главное, желания есть. Желания, да, обязательно есть. Самое главное, чтобы здоровье не подвело и чтобы был мир, чтобы мы понимали друг друга и чтобы нас понимали, чтобы было все нормально. Ну, это действительно вечные ценности. Ну, и последний вопрос вам задам. Как мы уже говорили, да, в самом начале нашей беседы, 2023 год для вас юбилейный. Вот что вы хотели бы пожелать самому себе? Самому себе... Еще ни разу не желали, да? Я самому себе, не знаю, самое главное, наверное, здоровье. Здоровье и чтобы я имел возможность увидеть радость своих детей, чтобы увидел внуков своих, и чтобы у меня были живы, здоровье мои родные и мои близкие. Согласна полностью, в принципе, как и ответ ваш на предыдущий вопрос, да, это такие вечные ценности, без которых, к сожалению, счастья не будет. Да. Вот. Хусей Батолбич, ну, пожалуйста, напоследок, в это замечательное утро пожелайте что-нибудь такое же замечательное и хорошее, теплое нашим телезрителям. Ну, я хочу пожелать всем, всем жителям Карачаева, Черкесии и вообще нашей родине, России, жителям, чтобы было взаимопонимание, чтобы любили друг друга, чтобы поддерживали друг друга. Я думаю, что этот кризис, он долго продолжаться не будет. Будут хорошие времена, мы еще, думаю, что не раз будем встречаться. Любите друг друга, поддерживайте друг друга, здоровья вам всем, крепкого семейного благополучия, кавказского долговетия. Спасибо за пожелания, за интересную беседу, ну, и, надеюсь, видимся с вами не в последний раз. Вам спасибо, что пригласили, было очень приятно.